Снижение соотношения натрия и калия до сокращения риска инсульта Более тысячи лет назад древний персидский медицинский текст рекомендовал для лечения гипертонии изменение образа жизни, например, избегать мяса и выпечки и употреблять шпинат. Через тысячу лет исследователи обнаружили, употребление одной порции шпината может снизить артериальное давление благодаря содержанию нитратов, содержащихся во всей зелени, ботве овощей, которые наш организм может использовать для создания оксида азота, улучшающего гибкость и функциональность наших артерий. Может быть поэтому употребление зелени может быть одним из вариантов, что мы можем сделать для снижения риска хронических заболеваний. Переход с овощей с низким содержанием нитратов на овощи с высоким содержанием в течение недели могут понизить кровяное давление примерно на 4 отметки. И чем выше у людей было кровяное давление изначально, тем больше пользы они получали. Понижение на 4 пункта звучит не так внушительно, но даже падение давления на 2 отметки может помешать более 10 тысячам смертельным инсультам ежегодно в США. Богатые калием продукты могут также действовать через подобный механизм. Если мы будем следовать минимальному рекомендованному ежедневному употреблению калия, мы сможем ежегодно предотвращать 150 тысяч инсультов, потому что калий способствует увеличению высвобождения оксида азота. Включение в ежедневный рацион двух бананов и печеного картофеля всего за одну неделю значительно улучшило артериальные функции. Даже мука с высоким содержанием калия, эквивалентно 2-3 бананам по содержанию калия, может улучшить функцию наших артерий. Стоит отметить, что еда с высоким содержанием натрия, то есть содержащая соль, которую употребляет большинство людей, может в течение 30 минут нарушить артериальную функцию. Пока калий увеличивает выделение оксида азота, натрий же наоборот уменьшает выделение оксида азота. Таким образом, здоровье наших артерий может определяться соотношением натрия к калию. Стоит съесть 2 ломтика бекона, и наши артерии принимают значительный удар в течение 30 минут. Но стоит добавить 3 банана в качестве источника калия, и вы можете нейтрализовать действие натрия. Когда мы эволюционировали, мы ели в 10 раз больше калия, чем натрия. Теперь соотношение обратное. Больше натрия, чем калия. Эти исследования дают дополнительные доказательства того, что следует поощрять влечение калия в рационе. Что это значит? Больше фасоли, сладкого картофеля и листовой зелени, которые подобны двойному удару с высоким содержанием калия и нитратов. Эта рекомендация употреблять шпинат с 900-х годов. Довольно впечатляющая, хотя они также рекомендовали кровоопускание и выдержание от секса. Так что мы, вероятно, должны воспринимать древнюю мудрость с недоверием. Но при этом исключив соль из наших. Блюд.